Данный выпуск выходит при поддержке магазина Geek at Shop. Настольные игры и комиксы на любой вкус. 10% скидка на покупку настольных игр по промокоду. Ссылка в описании. Всем привет, меня зовут Артём и это канал Beaver Games. Цифровизация всё глубже и глубже проникает в нашу жизнь. Вон у нас уже и цифровые водительские права сделали. Но что более интересно, всё это не может обойти и всеми нами любимые настольные игры. И с каждым годом всё больше настолок переходит в цифру. И это я сейчас говорю не только о смартфонах, различных платформах типа Tabletop, Tabletop Simulator, Board Game Arena, либо же Steam. Но кроме того, наших картонных друзей это тоже не обходит стороной. И это всё внедряется в сам игровой процесс, делая необходимым использование устройства в играх. И вот теперь у наших друзей за столом появляется отличный шанс не убирать телефон во время партии. Типа, а чё это я должен убирать телефон? Нет, мешать не будет, я вон буду пользоваться помощником. Да-да-да-да, понял, сейчас боту напишу. Вот всё, заканчиваем, люблю, целую. Всё-всё. Но на самом деле гибридные настольные игры начали появляться ещё в далёких 90-х годах. К примеру, была такая игра Atmosphere, пати-гейм, в котором игрокам нужно было собрать все ключи на поле. Однако с игрушкой шёл специальный DVD-диск, на котором было видео, служившее как некий таймер. И в этом видео время от времени появлялся на экране злобный защитник врат, и игрокам нужно было избавиться от кубиков до его появления на экране. Но шли годы, и настолки развивались быстрыми темпами. И вот на сегодняшний день у нас есть множество игр, которые используют какие-то дополнительные приложения для игр. Есть, к примеру, настольные игры, в которых приложение лишь помогает упрощать игровой процесс, не являясь при этом обязательным атрибутом. То есть с ним можно играть, но нет необходимости на 100%. Но, конечно, с ним намного проще. К примеру, приложение для игры «7 чудес» для подсчёта очков, или же для рисования в игре «Бумажные кварталы», или же приложение для игры «Detective Club», которое экономит, в принципе, ваши листочки, распределяя слова просто между телефонами. Конечно, и для подсчёта очков есть приложение, к примеру, к игре «Серпы» или же «Крылья». Также есть приложение, которое просто является неким таймером, красиво оформленным секундомером, как, к примеру, в игре «Тени Амстердама». Или же специальный музыкальный трек с тем же таймером, как в одной из моих самых любимых реал-тайм играх «Escape the Cross of the Temple». Или же вообще крутой таймер с оглашением ролей в игре «One Night Ultimate Werewolf». Но, конечно, не все приложения-помощники дают такой, как бы, скудный набор. Есть ведь и такие, что предоставляют какие-то дополнительные возможности, к примеру, для игр с «Атомой», как в приложении «Серпа» или же «Крыльев» или недавно мной показанном «Брасе». Но всё это цветочки по сравнению с теми играми, где приложения на наше устройство просто встраиваются в игровой процесс на столок и завязываются на механиках. И если в предыдущих мною названных играх приложения можно было использовать, а можно и нет, то тут уж извините, выбора у вас просто нет. И первая настольная игра, о которой мы поговорим в данном жанре, является XCOM The Board Game, которая перебралась к нам из компьютерной игры прямо на стол. Это кооперативная настолка от одного до четырёх игроков, и в ней вам предстоит стать последней надеждой человечества. А по истории на нашу планету нападают инопланетные захватчики, а игрокам необходимо выступить членами международной организации XCOM. И нужно не только отбить нападение и защитить жителей, но и не допустить паники в странах. Ну и, конечно же, не выйдя за дозволенный бюджет. Бюрократия даже в играх присутствует, потому что, видимо, без денег сложно что-то противопоставить этим меркантильным пришельцам. Самое главное, что у каждого игрока будет своя роль, которая отвечает за определённую часть действий. Управление бюджетом, размещение групп зачистки, или же у вас будет планшет или телефон, и вы будете владеть главной информацией, потому что в этой игре всё завязано на специальном приложении, которое диктует, когда, какое действие выполнять, и сколько времени на него даётся. И всем этим руководит именно игрок с девайсом. Настольная игра U-Boot, подлодка. И снова кооператив, в котором игрокам предстоит опуститься в морские глубины на немецкой подводной лодке, возглавив главные должности на борту железного монстра, и выполнить немало увлекательных, а местами даже и опасных миссий. Здесь, правда, очень большое погружение в игровой процесс. Прям оговорочка по Фрейду. Потому что у каждого игрока, кроме своих фигурок рабочих, членов экипажа и уникальных действий, есть ещё и задачи, которые может выполнить только этот персонаж. Капитан, к примеру, отдаёт приказы по всему, что вообще происходит на борту, и кроме всего ещё следит за моральным духом команды. А штурман на реальной карте прокладывает маршрут, используя компасы и специальную линейку. Главный механик ответственен за двигатели, тем самым за погружение в всплытие, как и передвижение. Ну а первый помощник получает телефон или же планшет, а также специальное приложение, в котором в реальном времени и приходится вводить различные данные. Корректировать курс, выслеживать противника с помощью перископа, и очень-очень много ещё чего. И это реально очень глубокая и комплексная игра, которая сильно переплетена с приложением, и данное приложение, к слову, очень хорошо вписалось в игровые механики. First Martians Adventures on the Red Planet. Кооператив от одного до четырёх игроков про выживание на Красной планете. Хотя по факту при более близком рассмотрении можно заметить сходство с другой игрой Игнаца Тшевичика, Робинзон Круза. Также активация способностей героев, трек морали, жизни, развитие, множество моментов похожи. Ну и, конечно, многое тоже разнится. К примеру, приложение для игры, которое не только помогает выбирать приключения, строительство исследования или изучение, но и сложность, как, в принципе, и подготовку к партии. А после, во время игры, необходимо будет следовать новым и новым предписаниям от приложения, которое будет носить повороты сценария и изменение морали команды, как и добавлять события, произошедшие с персонажами. Настольная игра алхимики от Матуша Котри, в которой игрокам нужно смешивать различные ингредиенты, стараясь создать нужные зелья. Однако никто за столом изначально не знает формулу для варево, и каждому из алхимиков предстоит методам проб и ошибок отыскать требуемой части зелья. Причём всё это происходит с помощью специального приложения на телефоне, которое при сканировании карт ингредиентов выдаёт результат, что уже получилось у игрока. И уже исходя из этих данных, методом исключения и догадок определяются все формулы по зельям. Детектив «Игра о современном расследовании» предлагает распутать реальные дела в роли детектива фирмы «Антарес». Интересно, что по ходу игры вам предстоит пользоваться специальным сайтом «Антарес», на котором хранятся все данные по делу, даже отпечатки пальцев, ДНК и другие улики, которые вносятся ручную на сайт. Но, что удивительно, иногда даже бывает, нужно искать информацию просто в интернете. Так что без телефона детектив и правда играть довольно будет сложно. И в принципе это же касается игры и места преступления. Это тоже кооперативный детектив, в котором с помощью приложения в телефоне игрокам придётся постоянно сканировать QR-коды на картах для получения информации от свидетелей или перемещению между локациями. Но, что более интересно, вы даже будете осматривать место преступления вживую на экране телефона или же в VR-очках благодаря этому приложению. Ну и, конечно, как мы можем не вспомнить лавкаптовский особняк безумия, а точнее его вторую часть, вторую редакцию, в которой теперь место ведущего занимает приложение и игра превращается в фулл кооп. Сама же игра рассказывает об исследователях, которые отправились в древний особняк полной мистики и невероятных потусторонних существ. Приложение здесь служит не только для подготовки поля, но и повествования истории, а также управления монстрами и даже решения головоломок. Как вы могли догадаться, использование приложения как помощника в играх — это не единственное достижение цифрового развития, и фирма Playtable представили свой продукт. Это некая одноимённая настольная консоль, своеобразный планшет, на котором и будут отображаться поля, карты и другие сопутствующие элементы, которые также могут выводиться на отдельные устройства игроков, посоединённые в общую сеть. Да, похоже, конечно, просто на какую-то игру на телефоне, но, как понятно, в принципе, из ролика, там есть и взаимодействие элементов игры и этой вот консоли. Игр пока не так много, есть точно колонизаторы, кодовые имена, ещё какая-то дуэлька про фэнтезийные сражения, которую разработчики показывают в каждом ролике, под названием BattleGrid. Но, насколько я понял, консоль развивается, и постоянно добавляются новые и новые игры в поддержку. Да, в ближайшее время, по заверению разработчиков, будет добавлена ещё и поддержка ролевого направления игр. Но издательства Kmon решили пойти ещё дальше, и анонсировали свою цифровую настольную приставку, которая выглядит как некий коврик, пронизанный контактами и платами. И первую игру, которую они предлагают для этой консоли, будет Zombicide Evolution. Всё это появится на Kickstarter в конце первого квартала. Ну, а сама консоль предложит немалую вовлечённость игроков. Ведь теперь все персонажи, их перемещение по полю и действия будут отслеживаться приложением, которое выводит информацию на подключённый планшет. И всё теперь будет у нас анимировано видеороликами и вставками. К примеру, открываем мы закрытую дверь, и бум, в темноте виднеется пара-тройка красных глаз зомбиков. Или же там передача предметов с помощью обычного свайпа с телефона на телефон, так и всё. Выглядит это очень интересно и очень необычно. Но, как я вижу, здесь есть в принципе два минуса. Первые игры должны быть специально переработаны под данную консоль. А второе, мне кажется, ценник будет у консоли очень-очень кусючий. В общем, как ни крути, цифровизация касается всего, до чего может дотянуться. И наши любимые картонные и пластиковые товарищи, видимо, лежат в его ближайшем поле зрения. Хорошо это или плохо, я ещё для себя до конца не решил. А вот что вы думаете по данному поводу? Пишите всё в комментариях, все ваши мысли и не забывайте про подписку и лайк. Ну а если вы хотите задонатить немножко на развитие канала, пожалуйста, ссылки также есть в описании. На этом всё. Любите настолки и играйте в них. Ну а с вами был Артём и канал Beaver Games. Ещё увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok